Объекты касаемо нашей тематики и обработки камней, поиски следов внеземных цивилизаций. По моим путешествиям в Индии это январь этого года, а также Шри-Ланка, тоже январь прошлого года. Информации намного больше, чем я покажу. Ну, я буду касаться в основном именно тех объектов, которые что-то как-то приближаются к нашей теме. Начнем с пяти храмов в Южной Индии, которые расположились примерно в радиусе 100-150 километров вокруг Чиная, это Бискайский залив Индийского океана, как будем так сказать, юго-восток Индии, то есть того побережья. Там расположены пять храмов индуизма. Это храм эфира, храм огня, ну, то есть пять, вернее, все так, пять храмов стихий. Они не близко друг к другскому расположены, она так вот, примерно так вот полукругом вокруг Чиная. То есть храм, посвященный эфиру, храм, посвященный огню, храм, посвященный земле, храм, посвященный воде и храм, посвященный воздуху. Я был в трех. Самый древний, самый первый, это храм эфира, значит, потом храм огня и храм земли. И там есть объекты, которые очень интересны в плане прикликания, значит, с темой лаборатории альтернативной истории. Ну, примерно общее представление об этих храмах, они очень похожи друг на друга, начну с самого древнего. Самый первый, самый древний, это храм эфира в Чидам-Бараме. Их-то только можно, конечно, общий вид увидеть с вертолета, где у них располагается вот такой вот принцип на четыре стороны света, башни где-то высотой от 60 до 65 метров, где еще, значит, располагается внутренний двор, который посвящен той или иной стихии. Ну и, так сказать, общий антураж, место проживания монахов, площадь, ну и так далее. Ну, вот основные эти вот ворота, они, кстати, с другой стороны располагаются, самые высокие ворота, это северные ворота, и они являются вообще самыми-самыми первыми и самыми древними, и относятся к шестому веку нашей эры. То есть вот из всех пяти храмов получается самый древний-то храм Эфира, и из этих, значит, и самая древняя часть этого храма это ворота, северные ворота этого храма, и датируются они шестым-седьмым веком. Храмы были построены достаточно быстро, вот эти все вот надстройки белого, видите, значит, принцип какой, фундамент, фундамент это получается, значит, гранит, все остальное известняк или белый камень, в общем, покрашенный в красный цвет. Вот эти все вот надстройки верхние, они все датируются уже XII веком, то есть поначалу храм выстраивался на определенной высоте, а вот эти вот непонятные, даже стиль совершенно другой этих настроек. Ну, давайте вот примерно сейчас вот посмотрим, как это выглядит эти... они все разукрашены, они все вот разные там, значит, а вот эта нижняя часть, более древняя часть, она немножко вообще в другом стиле выстроена. Ну, давайте сейчас мы посмотрим, это с разных... это при самом входе, значит, что обращает себе внимание, это маленькие блоки, достаточно, даже, по-моему, меньше тонны веса, и между ними раствор. Будем обращать на самую древнюю часть, потому что то, что находится сверху, это явный новодел, и нашей темы он как бы не перекликается. Вот общий вход. Высота где-то около 9 метров, вот это вот, 9 метров высота, это получается где-то трехэтажный дом. Значит, что обращаю сразу внимание, это потрясающая отделка камня. Такое впечатление, что вот как, знаете, как будто на машинном оборудовании. Видите, да? Так же самое, знаете, вот эти линии. Вот только при внимательном просмотре, видишь, что они креповатые все-таки. Ну, вот смотрите, состыковочка все здесь. Настолько, кажется, ровные грани, и, честно говоря, я пытался присматриваться, вот в этих участках я вообще не нашел, значит, признаков зубила. Все вот эти мелкие работы, это все ручная работа. каверн, нет, потом я еще поближе буду показывать. Ну, вот, казалось бы, все тут ровненько, и здесь явное вытачивание, значит, ручная работа. Это абсолютно ручная работа. Вот эти веточки. Самое поразительное, то, что это получается, как бы уже есть, вот, специально я близко сделал, это уже на самих воротах, видно, вот здесь видны следы, видно, да? След зубила. Это уже с внутренней стороны тот же самый принцип. Это вид самих ворот. Пожалуй, самая спорная и самая непонятная часть это эти ворота. Перекрытие, видите, какие, да? геометрически правильно выполнено, хотя вроде-то ощущение такое, что здесь имеются мелкие... А указки нету? Имеются мелкие вот такие вот типа плит, ну, как гранитных досок. Во-первых, очень ровно, очень гладко, все видно, да? То есть вот сами ворота и сами перекрытия, пожалуй, наибольшее количество вопросов. То есть вот здесь вот... Вот это все вот... Сейчас я буду показывать более предметно. Вот эта самая стойка, это единая плита. То есть вот плита, идущая вверх, потом плита, которая наложена сверху и плита, идущая вниз. Более подробно, более близко, видно, да? Это плита. Это как бы вот вид снизу. Причем объем работы очень приличный. Ну, дальше уже так немножечко. Вот более близкое рассмотрение. Обратите внимание, вот эти вот узорчатые, они, знаете, такое впечатление, что все-таки сделаны как вот по одному лекалу. ни одной ошибки. То есть, получается, если уже человек делал, в смысле, что-то человек делал, он должен выполнять это безупречно. Это трещина. Вот то же самое, что это вид уже сзади. Ну, в смысле, с внутренней стороны ворот. А это, так сказать, это уже и очень похоже на то, что мы видели с наружной стороны ворот. Более подробно. Вот видны каверны, видно, да? Их очень много. То есть, в принципе, это все указывает на ручную обработку. Кавер. А? Ну, то, что позволял фотоаппарат, но можно увеличить. То есть... Это ручная работа. Сделано, как под ним лекалом. То есть, все одинаково. Ну, здесь уже так, более так, мелкие детали, все говорящие прочную работу. Вот этот участок обработки, он почему-то разрушен. Ну, то есть, с признаками эрозии. Ну, вот показывающие. То есть, вот он, такой он имеет вид. То есть, мало того, что нужно было очень плотно все эти вот кольца делать, еще, видите, мелкая, такая мелкая работа. Вообще, очень характерна для индийских храмов, очень мелкая и точная работа по камню. Здесь вот, как доска, видно, да? вот здесь вот следов зубила нет. Или была полировка, или чем-то, или здесь следы пиления. Но, опять же, этих следов пиления я не увидел. Смотрите, какая четкая рядность идет. Вот я показываю вот эти стойки. Представляете, вот эти 9 метров, 9 метров, это одна плита. и вторая такая же. А, ист, это, ист, что у нас какой-то, говорит, восточный, я неправильно сказал, не северный, восточный оборот. Тоже одна плита, одна плита. Заключается вот в чем, то есть, в округе, в округе Чедам-Барама один лес, гранита нет. То есть, вот эти все плиты везлись или уже в готовом виде, это где-то с расстояния 80-100 километров. Спрашивается. Значит, почему именно здесь, здесь, потому что бассейн, в котором выздоровел один из принципов. Один из принципов. Проушины, видите, они совмещены с предыдущим блоком, как бы, закрепляющие. Ну, вот здесь вот видно следы ручной работы, видно, да, то есть это следы зубила. А? На краях особенно видно, по крайней, там, где полоски. Да-да-да. И очень ровно все. То есть, это вот... Он в отверстие? По перси? Да. Ну, в низ уходит. Не, отверстия-то нету, то есть, там получается, как бы, перекрытие. Вот еще одна такая же плита. Это шестой век нашей эры. То есть, кто? Ну, это очень большой вес. Это очень большой вес. на уровне. Рядом нету камней. но смотрите вот это вот единый камень и перекрытие тоже единый камень в плане подтверждения переводчик говорит значит о том что это единый камень вокруг чего все это возникло вот вокруг этого озера которое в принципе вот признаки наводнения в котором целебная вода и в которой можно себя окрамлять и этим самым оздоравливать вокруг чего возник собственно храм то есть не там где находится собственно выход гранита а там где находится священное вот это озеро сейчас вы конечно облагорожено к сожалению на внутренней части запрещено фотографировать но там есть удивительные вещи это внутренняя часть это это я из интернета взял то есть опять же смотрите стол стол и практически вот этот столбик здесь разные значит символы здесь есть учит никак не инь-янь а три стихии соединенные есть инь-янь и есть конечно калавра то есть свастика сделается столб и столба получается идут вырезы но самое самое впечатляющее конечно тоже внутренняя часть этого храма вот пожалуйста видно как ровненько то все идет да то есть тот же принцип построение все признаки все конечно хорошо но это все признаки ручной работы и в самой внутренней части самой такой сакральной части где там просто у меня до фотоаппарат показали что закрой а было какой-нибудь взять маленький какой-нибудь такой который кисть входит это вот эти вот опоры это единая опора и вся очень мелко очень мелко резьба по камню где-то метр где-то до метра ширина и учитывая что если высота ворот 9 метров тут будет где-то здесь получается 4 метра вот так вот можно вы прикинуть по объему и по массе вот это единый камень единый камень представляете сколько было гранита сюда перевезено в этот храм дальше поехали значит храмы храм огня я дам даже прошел эту самую инициацию здесь они построены по общему принципу то есть такие же ворот то есть получается ворота которые были на востоке в чедам барами они появились тем значит тем той частью конструкции которая уже потом многократно повторялась в остальных храмах но есть свои особенности вот это вот основная единая они немножко изменены здесь более мелкие изделия из гранита и и здесь немножко посмотрите помните было когда да здесь явно идет что по халтурне да то есть получается как бы вот то что было раньше она гораздо более впечатляет по своему значит в качеству изготовлению нежели чем более позднее но видно видно что даже кривоватенько так все это стоит и сам и собственно сами перекрытие недостаточно продумано все это сделано и еще одна особенность появились появилась роспись может она была и на раннем вот мне кстати вот то что я показал вам то что как обработана поверхность вот такое впечатление что либо сразу так делали либо что-то срубали потому что почему потому что вот здесь вот смотрите здесь везде идет роспись там практически невозможно фотографировать было потому что все буквально все внутренние видите все в лесах то есть идет капитальный ремонт поэтому тут я так вот просто пока показываю вам и значит плане видео давайте посмотрим этих ворот потому что на одном а это уже в самом храме там что можно показывать прески 14 века храм более более поздний а храм более поздний но опять же тот же самый принцип что смотрите столбик и столбик весь изрезанный это единое целое и ворота сами опять же без права на ошибку но здесь хуже вот поверхность вида как-то вот она вот то есть качество намного хуже значит что я забыл показать по предыдущему значит это вот вот такая вот такой лотос каменный каверны но вот в плане геометрического исполнения это что-то потрясающее все сохранено то есть симметрия великолепно нет это тех времен это здесь вот как раз вот они тут кладут видно что ручная работа специально близко я прошел инициацию посвящение в этом а и вот кстати одна особенность вот этот развал покажу они очень спокойно ломают смотрите вот это все все в хлам вот это все в хлам то есть древние не не древние что и практически и копируют и делают заново поэтому вот есть там один храм практически полностью столбики заменены на современные и то есть получается очень трудный но раз потом понятие в какое время они все эти сделаны сделаны один к одному вот так видите этот каменный мусор выбрасывается и переделывается заново система вот они подготавливают крышки это сама система работы с камнем мыть сколько они уже приготовили этот штат там красотпит ремонт и они под подготавливают на замену поэтому мы в этом конечно плане сложность определения когда же все это было сделано если получается что невозможно переделать это собственно сами ворота и по суночит это вот в храме огня когда заходишь внутрь вот смотрите какая там очередь на посвящение видите везде вот ремонт вот смотрите какая очередь меня за 200 рупий протащили мне очереди внутри тоже там фотографировать запрещено и там значит каменные изделия из гранита ручной обработки теперь значит несколько храмов качапурами им там три три храма и там же храм земли значит качапурам храм шри и камба извините я очень медленно читают и камбара надхара надо спецификой до логопеда надо звать чтобы выговаривать значит в чем особенность вот это так самый называемый храм земли ничего ничего такого особенного вот внутренняя часть то есть потолки каменные разрисовано все вот опять же тоже принцип столб смотрите как великолепная каменная работа видно да работают по камню вот представляете себе как все это сделано по периферии находятся вот эти вот плингамы сто восемь штук ну вот практически вот здесь я спросил что это старое все нет практически вот этот вот этот древний участок практически полностью что обновлен обновлен абсолютно новыми то есть вот это в принципе новодел новодел чтобы как бы для обновления более старого времени который повторяет этот участок один к одному но и обратите внимание сколько свастики здесь а вот этот самый храм который земли здесь больше посвящено вишну но тоже самый принцип видите да такое же вот построение ну и более низкие более низкие атакую также он очень напоминает восточные ворота в чедам барами сами древние участки то есть идет как вот однажды сделали хорошо потом все это что повторяется вот я почему показываю только одни ворота остальные как бы нет входа то есть они все закрыты вот смотрите здесь вот тоже как же и в храме в чедам барами тот же принцип то есть единый ствол без рисунка это представляете по объему посчитать 9 метров да 9 метров ширина где-то полметра явно что они уходят немножко вглубь ну грубо говоря что будем говорить что это метр и на высоту 9 метров тоже перекрытие а дальше уже идут мелкие такие кирпичики на растворе очень напоминает восточные ворота чедам барами ну я считаю что шедевр сейчас я вам покажу шедевр работы по камню шедевры просто на просто вот эта цепь эта цепь каменная из гранита это обратите внимание вот кони вот эти все вот это вот смотрите многократно повторяющая часть что что происходит берется один кусок камня и из него потом идет вырезаются вот эти фигурки а это более сложно это угловой камень видно да он на три части как бы делится конечно это впечатляет это к вопросу о способности резьбы по камню понятно что все это ручная работа это внутренняя часть здесь самый большой казалось бы это вот это вот не поверите это черепаха то есть место возлежание там очень сложная система это как бы второе воплощение вишну первый раз он воплотился в виде рыбы второй раз воплотился в виде черепахи это второе воплощение вишну и значит где он возлежит а это вот признак черепахи ее панцирь вот это голова черепахи это ее лапы и обратите внимание что вокруг те же самые кони здесь и всюду это все гранит и все это сделано из одного камня ну вот показываю что это якобы ну не якобы это у них черепаха и те же самые ажурные участки какая филигранная работа по камню черепахи это второе воплощение вишну ну и более подробненько здесь очень много бытовых сценок в том плане что как бы человек заходящий в храм заходящий в храм они читать не умели ничего зато допустим стиль отношений между мужчиной и женщиной как там в принципе люди приходили и смотрели это что-то в виде школы было такого ну или комиксов да вот что нужно вот так делать здесь конечно есть и интимные такие сценки очень много кстати там таких не настолько откровенных теперь хочу обратить внимание на на культуру махабалипурам махабалипурам буквально где-то в 60 километрах от чинная вообще это древний порт самый древний порт то есть чинай построили англичане уже как порт а махабалипурам это свой порт который в общем 7 8 9 век значит в чем его особенность сейчас я покажу очень так это достаточно кратенько все это практически там очень большой выход гранита розового и как из этого в общем принципе камень из этого камня тут же начинали строить храм либо сверху либо внутри то есть великолепная работа по по камню но по качеству гораздо ниже чем вот те самые восточные ворота чидам барами есть одна особенность это этого места это так называемый падающий камень значит вот он он вот он падающий камень падающий или не упавший камень или качающийся камень что-то подобное есть вирме в мьянме ну тут уже вообще из него там и пагоду сделала значит это вот он это тот же тот же камень только в профиль это выход розового гранита ну и подобная же вещь находится в Аргентине это фотография начала прошлого века видите там акробат даже это просто камень использовали в качестве цирковых представлений есть фильмы выложены значит в кинозале лаи как раз посвященные там их три фильма более так сказать ну музыкального подобрана ну а так мы посмотрим фото это внутренняя часть храма значит посвященной Шиви там вообще трудно назвать это храмом больше похоже типа часовни потому что сам храм по себе конечно огромен видно примерно все это видно что это ручная работа но правда вот эта стеночка она сложенная то есть она то есть он такой немножко сборный храм получается как бы пристройка а это часть их идет к скале и вот они подряд идут вот это более вот это вот тот тот недостроенный храм при входе львы вот это все получается единая часть скалы и здесь вот в этом храме показано показано как происходит ведь как очень грубая идет вначале подгонка выбивание пола выбивание квадратиков вид со стороны практически как бы предполагалось что здесь будет какая-то ниша но до конца его не достроили ну и стена из гранита и собственно техника изготовления фигурок опять же без права на ошибку и технология вначале идет выбирается участок потом идет его обработка более подробно сделано верхняя часть внутренняя часть храм нисхождение ганги река ганга здесь в виде реки все сделано и вот наги почему-то здесь нарисованы люди змеи наги слон просто потрясающий способ изготовления учитывая что все это розовый гранит и там две обезьянки сидящие друг с другом если это в виде сделано рельефа то вот это обезьянки две выделены отдельно ну то есть как бы они уже имеют не рельефный принцип построения а в виде фигур ну более так более подробнее что ли вот еще видно следы обработки здесь здесь фигурки как мелкие даже мелкие фигурки имеют свой характер почему так сохранилась хорошо вот это в принципе весь участок был под землей то есть вся вот эта скала была под землей она была откопана или специально все это убрали под землю или как-то так ну в общем виде холма все это было сделано ну сейчас очень быстренько буду показывать просто как примеры ручной работы по камню то есть опять же берется стола и сбоку в виде часовни это храм посвященный значит шиве вишну и брахма это колодец для омовения ног как это все выглядит со стороны везде обработка что-то лестницы куда-то идущие что-то хотели сделать везде ручная работа очень много барельефов внутри храма здесь прислоняется ну как бы это жена шивы но что-то все ее и строгали по отдельным местам и показал потолок как они делают мало того что достаточно ровненько сделали еще здесь мандала это это типа похоже это как тоже значит тысячелистный лотос обозначающую верховную чакру то есть человек должен вставать под нее и соединяться со Всевышним ну и как всегда львы львы стилизованные львы есть очень интересный храм и такое впечатление что они пытались он недостроенный он не сделан из единого камня а сделан и такое впечатление что это идет повторение восточных ворот этот храм должен быть посвящен вишну это ворота то есть это вход как бы перед ворота туда вот идти в проход они начали его делать не доделали то есть можно примерно по этому принципу понять что из себя представляет восточные ворота насколько глубоко уходит собственно говоря сам вот этот вертикальный камень в год потому что идет принцип повторения но качество качество намного хуже нежели чем на восточных воротах в чедам с барами тоже принцип повторения но явно уже более халтурно все это сделано видите неровно все то есть уже руки не те были а вот принцип высокого состояния значит высокого камня с барельефом где идет 8 воплощений вишну и насколько глубоко он уходит то есть на этом можно понять принцип построения ворот неровненько все качество хуже это видно вот даже вот даже не могли выдержать полосу ровную здесь вообще халтурная такая ручная ну тут грех не вырезать храмы смотрите какой выход гранита видно да пожалуйста здесь дорожка гранитная на нем еще лежат красота еще немножко продолжим быстренько как работали по камню здесь вообще очень гладко но это зубилом все сделано то здесь вообще был храм непонятно кому потому что потом все барельефы что срубленные видимо им не понравился видно выглядит совершенно вкладка да это все это все вырублено в скале изготовление изделий в махабали пурами это 7 8 9 век нашей эры вот пожалуйста значит вот эти вот 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 смотрите здесь каждый храм это отдельный был гранитный выступ и почему это сохранилось все что почему-то все это было покрыто землей недавно откопали да да случайно то есть как бы все это было в консервированном виде ручная работа абсолютно везде ручная работа но весь храм незаконченный то есть как этот самый пять пять врат аджуны все было засыпано землей то есть получается что весь храм был спрятан он не достроенный видно вот это часть участок более менее нормальная здесь вот только-только начинается то есть получается вот это была скала вот она большая достаточно большой объем работы вырубания вот получается еще был вот видно даже по основанию камня какой был этот камень вот такой он был камень из него рубает отдельно камень был слон сделали слона ну и так далее вот этот большой храм получается основа этого камня находится вот здесь то есть смотрите какой большой объем выемки работы слон видите это отдельный камень вот он то есть получается он вот такой был очень интересный рельеф значит бога шивы мало того что там четыре руки но одна половина мужская другая женская такое впечатление как со сколиозом первое дело обратил внимание что у него сколиоз говорит нет правая половина мужская левая половина женская это уже так сказать мы уходим в стиль понимания их восприятие мира и храм так сказать который находится у моря храм практически это мыс до моря вот здесь вот это где-то метров пятьдесят шестьдесят где-то сто он практически как бы вот сейчас подвергается раскопкам там где-то в участке продолжается он сильно обветренный с признаками эрозии видно что делает да морская вода с храмом конечно трудно какие-то ну и в плане примера как как это может быть то есть огромный храм он был построенный весь изъеденный солью это спящий вишну с одной стороны как бы все посвящено вишну здесь здесь есть параллель очень интересный кто был в луксории наверно помнят да аллею из из баранов здесь получается по стенкам находятся быки быки это возничий шиву то есть транспорт шивы и вот они находятся по периметру то есть параллель между между луксором и вот этот участок напрашивается дело в том что поскольку махабали пурам был портом то есть вполне вероятно что вот это вот вариант как бы подсмотрены в луксории сказка скорее это мои предположения здесь стоял лингам очень халтурно все сделано не знаю что-то как-то мне не произвело впечатление хорошей работы это ванна видно ручная работа даже не могу сказать что это хорошая ручная работа то есть так и собственно сами стенки это где-то сейчас идут раскопки практически ну вот достаточно крупные блоки полторы может быть полтонны тонна полторы понятно что никакой здесь никаких здесь следов инструментов высокотехнологичных не обнаруживается что мне не понравилось или может быть понравилось это так называемый ауровиль он касается может быть нашей темы и касается может быть темы воздействия значит более высокоразвитых существ на человека слышали да то про такой город ауровиль да значит они там строят дам их 20 тысяч это все идет от шри ауробинга который который являлся мозговым да мозговым значит но сделал сделано было вот что вот такой вот как будто значит город будущего смысл какой что вокруг этого шара все собирается все молятся и значит через вот эту вот систему высокотехнологичную здесь находится они реально есть это кристаллы в виде шара и что якобы через идет распределение энергии от бога у меня такое впечатление что все с точностью до наоборот вот ну и здесь показано в виде мультяшки фильма как это все работает вот такое впечатление что это самое вот как бы немножко от общей темы но как эта система включается и работает по сути дела это та же церковь которая мне кажется существует для а да для сбора энергии они отнюдь не то есть они говорят что это вот бог дает вам энергию высший 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 план они говорят что за кристаллы ну кварц похоже они говорят нет но они есть то есть это вот в реальные съемки это уже работающая система и в виде линз вот такие вот ладно сейчас перейдем вот в плане кто занимается физикой и оптикой вообще конечно бы не мешало бы подумать как это все это работает это реально все сделано это реально все сделано да это пришло в голову шри шри ауробинго а реализовала все это маме то есть его не подельница или не последница то есть как это то а соучастница соучастница да которая как раз и посвятила для свое время для воплощения а нет почему вот сейчас все это работает то есть они вот этот шар строили 20 лет начали они этот город строить где-то в семьдесят третьем году нет он не ученый там много просветленных там много там много просветленных бездельников откровенно говоря я был в этих ваш рамах и вот такое впечатление что вот он для себя вот решил что он и все это самое и вот он сидит под деревом и вокруг него все ходят да вот он ну как-то у них принято перейдем немножко южнее перейдем значит в шри ланка и несмотря на то что там очень много построек если будет время я потом вам немножко пройдусь но я все-таки обращу внимание на значит по про сигирию то есть скала так сказать львиная скала вот это скала с разных сторон это вид с вертолета конечно не я это делал это стены что же по стенам хочу обратить внимание это хорошо видно именно вот допустим вот с этого снимка некоторые интересные вещи во первых скала подвергнута обработке видно выровненные площадки а это гранит площадка 1 площадка 2 площадка 3 и там еще одна здесь еще одна площадка выровненная и вот к этим еще будем обращать внимание вот на вот эти лапы из чего они изготовлены здесь я хочу вот что обратить внимание откуда появились вот эти полосы вот они идут отсюда все то есть я на такое впечатление что над скалой кто-то поработал здесь более понятно видно что вот это вот значит вот видно да площадочка и вот площадочка и здесь площадка здесь видимо такое освещение что вот тех полос которые я вам показал здесь их не видно все понятно что зависит от освещения обращу внимание на собственно говоря то что вызывает всегда сомнения и восхищение это явно обработка идет в смысле вот эта кирпичная кладка это уже более поздние лапы носят явно более древний характер изготовление их ну вот просто потрясающе правда есть одна особенность здесь есть следы зубила причем грубые такие следы то есть здесь вот все вытащена выглажена здесь можно думать двояко либо это уже обработка от повторных наслоений то есть кто-то пришел позднее видел это самое но конечно там в лишайнике во мхе и надо как-то это все поснимать то есть скорее всего вот такое впечатление но не похоже потому что если все вот это все выглажено а вот эти участки зубила оставили то получается как-то идет нелогично вот эти видны видны эти участки да вот они но только кстати на одной лапе я просто с разных сторон показал дальше этого нету признаки эрозии то есть это достаточно то есть получается вот этот участок достаточно более поздний где находился участок непонятно потому что здесь все качественно и здесь признаки эрозии то есть это достаточно позднего изготовления то есть ну смыть раннего очень рано изготовили в чем особенность наверху если смотреть там это вот так называемый бассейн были съемки во время после наводнения поэтому бассейн переполнены но бассейн вырублен то есть объем вырубки достаточно большой никаких признаков что это сделано как-то машины обработкой все то есть просто имеется яма для воды везде все очень примитивная вкладка плохой кирпич лесенки вот эти вот они не выглядят как высокотехнологичные то есть это вырублено то есть получается кто-то купался мог подниматься здесь сидеть на этом месте потом опускаться вниз тоже просто вырублена в скале лесенка вот это вот для ходьбы ничего такого высокотехнологичного там нет по поводу кресла это кресло находится внизу сбоку видно обычная ручная работа вот это все следы зубила трещина идущая скорее всего уже было уже после построения видимо после землетрясения место для медитации ручная работа хотя сделано качественно вот вот участочек вот это для омовения ног почему названо место для медитации не совсем понятно это вырублено внутри скалы видите даже посадочное место неровное видно да как бы на подъем идет здесь явные следы зубила очень четко видно что тут сбоку особенно и здесь очень неровно некачественно следы работы зубила как это выглядит то есть получается в скале вырывается участок выравнивается и обратите внимание это никакой не гранит вот это да а это стенка из чего сделано из кирпича то есть никаких признаков нет это очень интересная система водоснабжения фонтанчик бьется здесь то есть когда много воды то система не справляется это все ручная работа что обращать внимание на что можно подумать и возникают вопросы а как это сделано например например вот это здесь тоже участок скалы видите полностью ровная площадка здесь оставлен участок скалы и здесь валун ну весом наверно тонн пятьсот шестьсот не меньше и поставлен на каменные колья именно поставлен на каменные колья где-то были споры что это вроде как колья выбиты сами по себе что вот это вот единая скала из нее там вырывали значит специально делали коли сейчас его покажу что это действительно валун поставленный на колья ведь они они же не вырублены эти колья они именно поставлены то есть это и участки сразу же возникает вопрос а зачем и внутри также находятся вот их несколько участков валун полностью отделен а он пожалуйста там все просвечивается видно видите да вот ну как это у нас называется да как чем-то напоминающие квадратики бальбеки мы видели на больших блоках да и недавно мы где видели на храмовой скале вот они идущие ну точно такие же то что мы видели в бальбеке и здесь получается значит сама гипотеза которая дал переводчик ну гид он говорит что это сделано значит специально для того чтобы этот камень являлся бы орудием для если если идут нападающие и что таким образом камень скатывается и ну смешно даже это скала она была обнаружена случайно значит там достаточно сложная история что храм этот был построен за очень короткое время время были попрошены то есть значит силы на построение этого храма получается за короткое время сделать такие каменные изделия очень сложно скорее всего храм был построен очень быстро именно за счет кирпичного строительства то что было увидено наверху было построено заново и несмотря на то что выглядела как это неприступная крепость все равно этого самозванца поймали и казнили то есть вот эти все построения вот эти все они не получается не сыграли никакой роли но теперь представьте себе идут нападающие ну булыжник упал и что люди отошли непонятно немножко закончилась в сегирии по участкам по которой есть вопросы вопросы вот какие вот этот сам сам вход сам вход в комплекс обратите внимание его вот этот вход вот эти два круглых валуна либо они лежали естественным образом здесь либо и кто то что положил вот это вот обработка это уже вторичная обработка это так сказать чтобы вода не стекалась по камню то есть интересно такой делается обработка гранита вопрос ну вот это общая картина я специально взял из другого места потому что она так сказать без людей куда бы не так и не удалось видно да что они по разному что сохранились видно да здесь участки эрозии здесь более сохранный участок и и есть там валун участок который явными признаками это это старое более древние участки обработки и чем-то напоминающие ну очень напоминающие знаете как в саксоиомане да вот такие вырезы высокотехнологичной обработки камня и особенно здесь раз и два там же нижней части этой скалы рядышком со скалой то есть вот скала здесь это рядышком со скалой это сигири есть фильм по этому поводу сейчас кратенько по этому фильму пройдусь то что есть там участки которые нужно показать вот пожалуйста там находится кресло вот такой вот но обратите внимание вот они в каверны все есть сделано очень достаточно качественно смотрите тоже каверны это участки для ставить столбики от солнца почему-то почему-то вот это кресло говорят что как изготовлена высоко как признак высоких технологий нет очень хорошая качественная ручная работа а да да даже по стеночкам видно все зубило идет смотришь внимательно нет это ручная работа то есть получается из признаков которые могут дать какое-то подозрение на прикосновение к этой скале высоких высоких технологий это собственно обработка самой скалы создание площадок это непонятная положение луна бассейн непонятно чем вырытый не руками это точно там нету признаков зубила и собственно говоря небольшие вот эти вот участки разреза на скале которые я вам показал несколько быстрых картинок по шри-ланка просто время уже закругляется это к вопросу о возможностях и вы сейчас поймете то есть вот вот пожалуйста разных построек это интересно чаша чаша для риса это был монастырь и в монастыре очень много было монахов где-то около до 500 чтобы все могли покушать вот сюда сваливали рис вот бассейн для купания где монахи купались к сожалению я говорю пришли когда уже после наводнения ну что-то такая чаша видно что она несимметрично видите да очень хорошая кирпичная кладка ну как хорошая опять же вот что-то напоминающие пропилы но на самом деле это можно хорошо делать и зубилом еще один бассейн достаточно качественно сделаны единственно что может очень похоже вот эти вот львы на смысле это вот эти вот драконы чем-то напоминают в те в теокане мексике так да кецалькоатле вот пожалуйста смотрите камешки вот эти вот смотрите вот это вот такие у них виде кирпичиков пожалуйста можно сделать очень интересный способ обработки и сопоставления понятно что это после землетрясения все это распалась ну да что-то типа замкового камня что ли до такого резьба по камню видите волнообразные такие столбики но качество намного ниже чем в индии откровенно ниже даже вопрос хотя это более позднее и так можно сделать вывод что на юге на юго-востоке индии в шри-ланг имеется имеется постройки с признаками высокой качественной ручной работы а также имеется постройки и изделия которые можно ставить под вопрос в плане высоко то есть воздействие высоко высоких технологий это в основном сигире может быть под большим вопросом это я уже чисто свои впечатления что может быть что-то перенесли в качестве а потому что в чем то есть те самые восточные ворота и построение этих ворот сами вот эти плиты получается сколько они весом если 9 метров и на метр по то есть можно вполне их перенести то есть очень мало факторов пожалуй только единственная скала сигире может как-то вот с большой натяжкой какие-то объекты этого комплекса как-то увидеть признаки воздействия высоких технологий все